26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. И впервые, за исключением ранее прошедших в нескольких округах внеочередных выборов, грузинский избиратель будет голосовать в электронном формате. Но что представляет собой электронные технологии, какие у них есть преимущества, какие риски? Разбираемся в выпуске. Привет! Вы смотрите «Факт или фейк», меня зовут Муна. Мы продолжаем разбираться в информации, которая нас окружает, и выяснять, что из этого правды, а что ложь и манипуляция. Более года назад Центральная избирательная комиссия Грузии заявила, что почти 90% избирателей будут принимать участие в парламентских выборах 2024 года с использованием электронных технологий. По словам председателя ЦИК Георгия Каландришвили, это новшество будет способствовать повышению доверия избирателей к процессу выборов. До дня ИКС осталось три месяца, но вопрос электронного голосования редко обсуждается в грузинском медиапространстве, несмотря на то, что понимание этого процесса крайне важно для получения честных результатов. Давайте спросим у жителей Тбилиси, доверяют ли они электронному голосованию. У многих есть какие-то риски в голове, что это труднее, условно говоря, вернее легче электронное голосование как-то подделать? Ну, конечно, не подделать. Я не думаю, что в Грузии что-то подделывали не было. Так что я доверяю. Такому нет. В какой-то степени да, но с другой стороны, на фоне того, что происходит, возможно, в Грузии, данный ресурс можно использовать как фальсификацию. Я не думаю, что это стопроцентная правдивость. Я думаю, что и там можно какие-то манипуляции сделать. Электронное голосование – это проведение выборов или референдума с использованием разных электронных технологий, которые применяются для верификации избирателей, голосования, подсчета голосов и подведения итогов. Важно подчеркнуть, что дистанционное голосование через интернет хоть тоже входит в определение, но в контексте Грузии и многих европейских стран не рассматривается. Во время парламентских выборов в Грузии будут использоваться аппарат верификации, который заменит настольные списки, аппарат подсчета голосов, который будет установлен на прозрачные урни, через которые пропускаются уже отмеченные бюллетени, специальные бюллетени, конверты и маркеры и специальные планшеты для избирательных комиссий, которые будут регистрировать и передавать в ЦИК информацию. Подобные технологии используются во время голосования во Франции, США, Эстонии, Канаде, Индии. И согласно отчету Центра многопартийной демократии Восточной Европы, основные плюсы электронных технологий – это скорость и точность, снижается вероятность человеческой ошибки или манипуляции с итоговыми протоколами результатов, и предотвращение фальсификаций. Эти технологии могут предотвратить вброс бюллетеней в урны и устранить практику многократного голосования. Тем не менее, существуют и риски. Среди основных – это сложность адаптации к новым технологиям, что может вызвать ошибки и трудности при голосовании, уязвимость системы к вмешательствам извне в форме кибератак и взломов, отсутствие доверия со стороны избирателей. Электронное голосование с самого начала сопровождается большой неопределенностью из-за низкой осведомленности общества. В Грузии с 2018 года локально тестировались электронные технологии. Пять лет назад международное общество за честные выборы и демократию выявило множество нарушений. Например, избиратели неправильно помещали бюллетени в конверт, в результате чего выбор был виден и нарушалась тайна голосования. В некоторых случаях пожилым людям и людям со слабым зрением было трудно отметить своего кандидата специальным маркером, в результате чего аппаратура не могла считать ответ. Но в 2023 году ситуация значительно улучшилась, и в целом процесс прошел гладко, хоть и были некоторые проблемы, к примеру, связанные с недостаточной обученностью членов избирательных комиссий. Очевидный главный плюс электронного голосования – это снижение риска фальсификаций. Эксперты отмечают важность поэтапного внедрения системы и опасаются, что может не хватить подготовленности как ЦИКа, так и грузинского избирателя. Вот что говорит Нанука Круашвили из Ассоциации молодых юристов Грузии. В целом мы приветствуем внедрение такого механизма, как электронное голосование. Мы за упрощение процесса голосования, но таким образом, чтобы сохранить доверие избирателя, тайну голосования и прочее. В случае с электронным голосованием надо учитывать множество факторов. Например, как оно регулируется, с какой аппаратурой мы имеем дело, что будет, если произойдет сбой. Сможет ли кто-то исправить это легко и быстро, чтобы процесс голосования не застопорился. А что думаете вы? Оставляйте свое мнение в комментариях и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Также теперь вы можете поддержать сову донатом, все ссылки также под этим видео. Меня зовут Муна, вы смотрели «Факт или фейк». До встречи!